Всем привет, ребята! Сегодня мы будем говорить про кофе. Много существует разной информации про кофе, кто-то говорит, что это очень полезно, кто-то говорит, что нельзя кофе пить вообще ни в коем случае и так далее. Поэтому сегодня мы будем разбираться, что с кофе хорошо и что с кофе нехорошо. В реальности, на самом деле, нет определенного ответа, что кофе хорошо или это плохо. Это вообще не совсем правильный подход к анализу кофе, хорошо или плохо, потому что некоторые люди переносят кофе лучше, чем другие люди. Это может звучать иронично, но кофе – это один из таких основных источников антиоксидантов для многих людей, живущих в западных странах. Часто это люди, которые не добирают антиоксидантов из еды, из, например, фруктов и овощей, и поэтому один из их основных источников антиоксидантов – это именно кофе. Но я бы не сказала, что стоит полагаться на кофе как источник антиоксидантов. Почему? Потому что, естественно, мы можем переборщить именно с кофеином. Есть некоторые исследования, которые показывают то, что кофе может помогать снизить риск диабета или даже снизить риск некоторых типов рака. Также кофе в небольших количествах может помогать, чтобы улучшить настроение. С другой стороны, кофеин стимулирует выработку стрессового гормона, который называется кортизол. Значит, есть почки. Над почками лежат такие гланды, которые называются железы, которые называются надпочечники. Эти надпочечники продюсируют, то есть вырабатывают стрессовый гормон, который называется кортизол. Так вот, потребление кофе стимулирует выработку кортизола. Но дело в том, что кортизол у нас в организме вырабатывается каждый день, и это нормально. Кортизол – это один из очень важных гормонов в нашем организме. Он жизненно важный. И мне кажется, слишком часто мы слышим кортизол как такой плохой гормон, как немножко с негативной стороны гормона. Но на самом деле это, думаю, очень важно для нашего организма, для полноценного здорового функционирования организма. И помимо кофе есть другие факторы, которые могут влиять на повышение кортизола в организме. Например, стресс, или, например, недосып, или даже, например, эксцессов, то есть слишком много тренировок, то есть спорта в жизни тоже повышают кортизол. Как правило, кортизол на пике утром. То есть, когда мы просыпаемся, кортизол повышается утром и понижается вечером. Это нормально. Но из-за того, что многие из нас живут слишком, наверное, стрессовой жизнью, чем бы хотелось, у многих вот этот уровень кортизола, он уже достаточно высокий. И кофе стимулирует еще выработку кортизола. То есть, к примеру, возьмем такой сценарий. Если взять человека какого-то, который живет, у которого стрессовая работа, который не досыпает, который, при том, что он не доспал еще утром или вечером, тренируется, то, конечно, кофеин, помимо всего этого, тоже повышает уровень кортизола. Но если вы хорошо поспали, если у вас немного стресса в жизни, если вы умеренно здоровым количеством занимаетесь спортом, то кофеин не будет так поднимать уровень кортизола, как бы поднял какой-то стресс. То есть, мы смотрим именно, надо смотреть на всю картину. Сам по себе кофе не сильно поднимает уровень кортизола. Это именно, когда мы начинаем пить слишком много кофе, то есть, там, например, 3 плюс кружек в день, при этом у нас стрессовая работа, при этом у нас там отношения нас не удовлетворяют, при этом мы не досыпаем. То есть, все это в совокупности может слишком сильно повышать уровень кортизола. И со временем надпочечники, есть такая кодиция, которая называется adrenal fatigue, со временем надпочечники просто не могут keep up, то есть, не могут поддерживать выработку такого большого количества кортизола, и поэтому со временем надпочечники могут сдаться, грубо говоря, то есть, они могут устать, то есть, adrenal fatigue. Но, опять же, кофе сам по себе не является причиной вот adrenal fatigue. Каждый человек, опять же, я это часто говорю, мы все индивидуальны, и то, как человек может переносить кофеин, на самом деле, зависит очень сильно от генетики. Генетически мы все по-разному переносим кофеин. Есть такая группа ферментов, которая называется SIP450, я по-русски точно не знаю, как это называется, это так называется в английском, SIP450, это группа ферментов, которые участвуют в метаболизме кофеина. Вот, если есть дефицит в этих ферментах, либо эти ферменты не очень эффективно работают, то ваша способность метаболизировать кофеин будет хуже. Поэтому, что делать? Надо смотреть на свое самочувствие. Если вы чувствуете то, что после двух или трех кружек кофе у вас, не знаю, там, начинают трястись руки, вы немножко чувствуете какое-то такое пошатывание и так далее, то, возможно, ваш организм не так хорошо может справиться с таким количеством кофе. Я, например, знаю по себе, одна кружка в день, у меня вот так вот, я справляюсь с этим, да, если я пью две или даже три плюс кружек в день, это случается очень редко, но такое бывает, я почувствую себя нехорошо от такого количества кофеина. Генетическими тестами можно посмотреть активность этих ферментов, но это, опять же, не все могут себе позволить генетические тесты, не все будут этим заниматься, поэтому первый и самый простой способ вообще смотреть на свою реакцию на кофе, это именно прислушаться к тому, что ты чувствуешь после того, как ты выпил кофе. При той ситуации, когда кофе это основной, это главный помощник для того, чтобы прожить день, да, то есть если вы пьете кофе каждые два-три часа и не представляете, как без кофе можно вообще прожить день, то, скорее всего, вы слишком сильно полагаетесь на кофе, то есть, возможно, было бы хорошей идеей, например, попробовать убрать кофе на какой-то промежуток времени, там, на пару недель, и посмотреть, как будет на это организм реагировать, потом можно обратно вернуть кофе в свой рацион, и опять посмотреть, как организм будет на это реагировать, то есть, таким образом смотреть, лучше тебе без кофе, хуже тебе без кофе и так далее. Всегда можно кофе заменить каким-то, например, дикав кофе, в дикав кофе не ноль кофеина, там немножко из кофеина, но все равно намного меньше, чем в не дикав кофе. У меня принцип такой, use it, but don't abuse it, то есть, использовать, но не зло потреблять. Часто встречаются такие ситуации, когда мы пьем много кофе в день, несколько кружек в день, именно тогда, когда мы не досыпаем, когда у нас стресс в жизни, и мы ищем вот этот вот кик, да, но именно в тех ситуациях нежелательно пить так много кофе, потому что мы уже не доспали, при этом ты бежишь утром на тренировку, это тоже дополнительный стресс, при этом ты еще это все запиваешь двумя-тремя кружками кофе наверх, и это все в совокупности слишком сильно повышает уровень кортизола в организме. Но сам по себе кофе в изоляции, он не дает такого большого damaging effect, то есть разрушительный эффект на организм. То есть какой вердикт, на чем мы закончим? В том, что кофе не нужно бояться, в кофе есть хорошие свойства. Во-первых, кофе классно на вкус, во-вторых, кофе действительно поднимает настроение. Вкус кофе, я же сказала про вкус кофе, да? Вот, я лично использую кофе как преворкаут, то есть это до тренировки утром выпил и супер. В принципе, никакого другого преворкаута не надо. Вот, но главное не злоупотреблять. В ситуации, когда вы понимаете, что у вас уже достаточно стрессовая жизнь, в той ситуации нужно быть с кофе более аккуратным. На этом я закончу это видео. Пишите мне внизу, любите ли кофе, пьете вы кофе или нет. Был ли у вас опыт злоупотребления кофе и кофеина вообще. Все, я увижу с вами очень скоро. Продолжение следует...